всех приветствую сегодня буду рассказывать как бороться с неприятным запахом ног и соответственно обуви принципе я об этом уже как бы и забыл когда я познакомился с пищевой содой это 30 это решение пришло довольно быстро ну как-то начал делать дезодоранты победил запахи неприятные и забыл соответственно недавно поговорил с другом и вспомнил насколько действительно это актуальная проблема для многих и когда-то я с ней боролся разными способами и никак победить не мог им первый способ я нашел вот такое вот средство для обуви вот эта бутылка стоила 12 евро сейчас не знаю сколько стоит все дорожает поэтому не смотрел еще ну вот ее название кто может заказывать в ebay можете посмотреть сколько стоит сейчас не могу сказать хватает ее довольно надолго не обязательно каждый день брызгать в зависимости от того у кого как сильно ноги потеют с тех пор как я начал чистить организм у меня с этим делом уже немножко наладилось до этого что я начал делать это вот такие стельки стельки сейчас я попробую выковырить там уже залипла в общем-то кошмар банальная да и доставать то и очень много у меня их я их периодически в общем то менял сейчас пореже меня раньше очень часто менял проблема тут еще не только в том что ноги потеют потом запах соответственно неприятные когда кто-то и еще актуальная проблема это пятки у кого ноги потеют стираются пятки соответственно тут повышается влажность и и малейшее трение и происходит вот такое вытирание это слабо вытерлось но предыдущих таких же ботинках там просто тут пяток не было об этом я сейчас тоже расскажу до забыл сейчас еще одни сен галоши добавлю покажу и да вот такой летний вариант галоши да можно сказать в принципе тут одна подошва почти ничего нету и многие люди когда видят человека в такой обуви и в носках начинают возмущаться кто-то говорит но это же не эстетично еще как-то всяко-разно начинают говорить но это говорят только те люди у кого он не потеют ноги если бы у них потели ноги они бы никогда такого не сказали дело в том что когда у вас потеют ноги то без носков такую обувь просто невозможно носить но для представления если у вас не потеют ноги я вам сейчас расскажу что надо почувствовать берете наливаете сюда воду просто мочите подошву одеваете и идете в них это будут ваши ощущения если у вас ноги потеют поэтому когда говорить о носках это как-то серьезно на самом деле надо немножко понимать кое-что итак поехали что по порядку сначала стельки да потом носки в летнее время если допустим вот такая обувь хотя она и летние и ноги потеют это все равно серьезная проблема вроде вот много отверстий да все равно ноги потеют сильно особенно если на улице солнышко обувь черная это рабочая обувь все равно ноги потеют и стельки менять тоже не спасает по пяткам пятки вот нету предыдущих ну тут видно учился и и завернула так кожа протерлась это кожа плохо протерлась этим башмакам я сейчас их ношу туда где станком занимаюсь в общем они рабочие им уже года четыре не меньше и пятка в общем-то почти сохранилась что я начал делать с пятками вот эти буквально им два года до это кожаные толстые это допустим кожа заменитель они два раза дешевле чем эти но у этих другая проблема кожа мощная толстая хорошая понимает что ими за их и сносить не очень просто но у них внутренность тканевая и когда я купил их я уже был с этим с этой проблемой знаком я эту проблему решил сразу видите пятки все целы они не протерлись хотя ноги мне все равно потеют ну конечно вон то я победил но они потеть от этого не перестали меньше потеют но они перестали потеть как это победил первое что я начал пробовать это лак для волос просто забрызгал пару раз с лаком для волос это вот на этих ботинках было такое но пяточка все равно протерла со временем что я начал делать уже вот на этих и вот этим уже пару лет башмакам видите пяточка тоже совершенно целенькая сейчас я попробую приблизить чтобы было лучше видно пятку так надеюсь видно она совершенно целая это материал кого ноги потеют они очень быстро пятки протираются в общем взял я лак есть такой по-немецки называется он клялор кляр лак по-русски я вот к сожалению не знаю это такой лак когда вы одним слоем наносите для дерева лак для дерева когда одним слоем наносите на дерево то вы совершенно не видите что там нанесен лак дерево сохраняет свой внешний вид в том же в первозданном виде и в общем тут я как минимум раза три или четыре такой лак нанес и вроде как бы она осталась мягкая и в то же время она не протирается но если есть другой лак это как германии бода лак да или у нас там был мебельный лак он довольно такой если покрывает что-то то он блестит можно наверно таким тоже попробовать я думаю того достаточно будет один раз в общем то я недавно другу рассказал об этом что-то мы заговорили на эту тему не знаю почему но я вот и вспомнил за 1 и про дезодорант тоже предыдущий ролик рассказал и сегодня я у него узнал как насчет пользуется он или нет и у него такое огромное удовлетворение удивление что таким простым способом можно он тоже с этим постоянно борется и вот с помощью пищевой соды в общем он и на стелечке немножко пищевой соды посыпал и как я ему рассказал вот этот рецепт мокрой пищевой соды просто натереть перед тем как носки одеть протереть ноги чтоб прям пищевая сода туда немножко попала и он удивлен говорит запаха нет он говорит я к сожалению забыл что же он еще попробовал где-то у него какой-то запах был он взял пищевой соды еще куда-то посыпал и говорит запах этот неприятный пропал вот такое вот простое средство дело в том что я когда приехал в германию но у меня давно ноги потели вообще сколько себя помню столько они мне и потели я начал этим интересоваться по врачам ходить узнавать все говорят не вот только говорят дезодоранты там есть жидкие они есть во флаконах с распылителем как обычные дезодоранты подмышки есть виде гелей в общем так сколько я их перепробовал я честно говоря не помню нашел я помню один виде геля но его буквально на полдня хватает полдня потом надо опять же ноги где-то помыть и по новой нанести гель тут еще более-менее спасал следующее вот средство вот такое стельки заменные стельки и желательно вот волочные если купить не можете такие стельки то можно без проблем одну взял заводскую вот тут я даже не поменял их почему-то не знаю почему ну вот по ней начертил нарезал сам чуть взял хорошие ножницы и сиди себе играйся потихоньку нарезай главное чтоб тебе и хватало от стирки до стирки так скажем кто кому-то может быть придется менять на начальном этапе каждый день сейчас я допустим я не знаю один раз в неделю один раз две недели ну когда как вспомню где-то бывает все равно почувствуешь какой-то неприятный запах и соответственно что-то надо делать стелечки достаешь смотришь на обувь что со стельками стельки источают запах сразу их стирку свеженькие после постиранные или новые туда вот этой штучкой обработал желательно на ночь вот но если я в ночную работаю то днем конечно пришел набрызгал и все запаха никакого нету плюс чуть-чуть на стерлечки можно посыпать тоненьким слоем и ничего страшного не будет ни с ногами не с вашей обуви самое главное что ваши ноги не будут источать неприятный запах вот такое вот небольшое видео думаю актуальное многим думаю пригодится дело в том что я действительно с этим очень много лет жил и очень долго боролся искал средства перепробовал целую кучу дезодорантов для ног вот этих жидкостей кстати я тоже целую кучу перепробовал покупал пробовал и вот это вообще мне случайно попалась дело случая как говорится а потом первую я понял что очень хорошая заметил что запах пропадает хорошо и следующую уже я купил в ebay это все пожалуй о ногах что я хотел рассказать ну конечно не забывайте если есть время как я когда-то уже рассказывал тоже это ванночку для ног горяченькую водичку чтоб ноги ваши терпели и то же самое пищевой соды туда и села 5 перед телевизором вечерком или перед компьютером где вы там как сидите все равно кто-то вы отдыхаете все я в том числе то за компьютером сижу ну за телевизорами не сижу в основном за компьютером поэтому ванночку насыпал размешал ноги туда и полчасика посидел это и для здоровья полезно и кровь разжижает и соответственно организм ваш чистится и для ваших ног это очень хорошо вот на этом пожалуй теперь точно все на этом всем счастья здоровья пока